Здравствуйте, с вами Фреймистер и игра Бесконечное Путешествие. Мы закончили с вами на том, что этому парню просто необходимо услышать музыку, чтобы отвлечь своего идиотского бога, за которого вроде как не надо слишком много платить, от того, как он будет продавать мне часть своей души посредством подписывания, а всего лишь даже не подписывания, а выставления крестика на моей бумаге, которую я принесу другому парню, который мне заплатит монетку. Это несмотря на то, что у меня уже есть монетка, полученная от того парня. Вот, поэтому я обязательно куплю какой-нибудь музыкальный инструмент и сыграю что-нибудь на нём. Какой у вас самый бюджетный инструмент? Круто! Флейты, значит. И сколько эта флейта стоит? Это значит один арен? Психованные психи! Они не разговаривают, они только делают чёрт знает что. И мне очень интересно, почему их не показывают ближе. Мне было бы интересно посмотреть на то, как выглядят люди, которые пытаются общаться посредством якобы музыки. Я возьму флейту. Один арен, да? Я даже сказал посредством звуковых эффектов. Всё-таки. Ну же, шевелись! Конечно, музыкант из меня никакой, но главное, чтобы Моджаалу понравилось. Всё. Моджаал, если кто ещё не помнит, это тот самый слишком привередливый бог, за которого не надо много платить. Вот. Собственно, как только мы сейчас найдём... Слушай, Эйприл, ты никогда не слышал о своей кузине Кейт? Она потому, наверное, и называется Уолкер, потому что еле-еле плетётся. В отличие от великих и ужасных Гордонов, которые убивают народ налево и направо. Хотя, с другой стороны, это не так уж и плохо, что здесь хотя бы не умирают все налево и направо. Так. А, даже не так. Давайте вот... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так. Это всё? Ты действительно не блещешь музыкальным талантом, Эйприл. Эй, я не могу дать ему флейту. Ну ладно, тогда я буду говорить с ним. Здравствуйте. До свидания. Да ёпарас это, а если так? Я сыграю вам мелодию, если вы подпишете. Ну давай, только не останавливайся, пока я не подпишу. Или Моджиал покарает нас обоих. Вот, бери. И больше никогда не проси меня ничего подписывать. Отличная мелодия, не пожалеете. При чем здесь мелодия? Кстати, мелодия действительно была нормальная. Ну, скажем так, для человека, который действительно не играет, ты играешь очень даже неплохо, Эйприл. Просто дело в том, что я бы сыграл примерно так, как... И это, наверное, было бы всё, что я смог бы сыграть. Хотя мне сейчас пришла в голову мысль попробовать сыграть на носной гармошке. Ай, но... Нет, нет, нет. Я не мастак игры даже на этом инструменте. Так, вспомнить, что я сделал. Я смог сыграть... У меня всё ещё сохранилась флейта. Я смог сыграть, смог добиться подписи, а также всё-таки отдал карту по назначению. Он, правда, может мне сказать, что я водился слишком долго, потому что... Потому что я действительно водился слишком долго. Ну, так получилось, мужик, ну... Так, теперь надо доставить карту Ченгагриэля человеку на колёсах. Погоди, это ты у меня спрашивала, где он живёт? Нет. Да нет, не я. Я его и знать-то не знаю. Могу поклясться, что... Ну да ладно. Ты знаешь, как идти к дому человека на колёсах? Ой, забыла. Извините, пожалуйста. Так, давай объясню. Слушай внимательно, тут всё запутано. Сначала идёшь на запад от рынка, пока не увидишь маленькую аптеку травы и масла миссис Касаб. Там повернёшь на север, на южную улицу, тут всё наоборот, и пройдёшь минуты четыре быстрым шагом. Потом увидишь большую рощу. Это памятник тем, кто погиб в последней войне с тиренами. Баланс его знает, почему нам решили напомнить об этом. У рощи повернёшь налево. На запад? Нет, налево. Попадёшь на юг, но на северную улицу. Так тебе не придётся идти через мерзкий квартал Далмари. Хуже этого места во всём городе нет. Пройдёшь на юг примерно... Или на север... Погоди, на север по южной улице. На юг по северной улице. Или наоборот. В общем, найди розовый мост у Айрецкой авеню и перейди его. То есть там река есть? Нет, только мост. Река высохла 500 лет назад. Когда перейдёшь мост, окажешься на западной окраине Меркурии. И там живёт Вестхаус? То есть человек на колёсах? Нет, это далеко оттуда. Чтобы добраться до него, нужно пройти там. Иди на юг и берегись скота. В тех местах звери дикие. Бывает, что и кидаются на людей. Потом попадёшь на большую круглую площадь. Когда город был цивилизованным, там обычно проводились казни. Ничего себе! Убийство это по-вашему цивилизовано? Уж получше, чем запирать людей на долгие годы. Никто не смеет посягать на нашу свободу. Настоящие мужчины предпочитают с честью умереть, чем сидеть в тюрьме. Ну да, конечно. Перейди площадь и пройди полмили по Тандаку. Или по Порок Лейн. Точно, по Порок Лейн. Оттуда пройди полмили на запад и у таверны Девичья Честь поверни направо. Опять на север? Нет, на запад. Порок Лейн – очень извилистая улица. В общем, высматривай башню Слоновой Кости. И большая эта башня? Нет, всего пять футов. Но она и Слоновой Кости прямо с побережья южных земель, вырезанная из челюсти жуткого Кандара. Он большой, с четырьмя ногами, большими ушами и длинным носом. Да, страх и ужас всего юга. Многие охотники погибли в его кровожадной пасти. Вот горе. А потом куда? Пройдешь мимо башни до краю тёса и посмотришь вниз. Человек на колёсах живёт прямо на скалах. Не знаю, как его ещё не смыло оттуда чертям собачьим. Надеюсь, что доберусь. В общем, идти на запад до обрыва. Ну, в общем-то да, так и есть. Вот хуцпа. Ура! На запад до обрыва. Ай, какое счастье, что не смогли договориться до этого. Так, меня интересует... Опа! О, та самая карта. Хм... Какого чёрта я не попытался сыграть с ним? Может быть, я был неправ? Да. Давайте попробуем сохраниться. А потом загрузиться. Да. У меня есть монетка? Есть. Значит, и теперь я попробую сыграть с тем парнем дурацкие напёртки. Правда, наверное, Эйприл просто скажет, что она не хочет тратить свою монету таким идиотским способом. ну, я надеюсь, что… Впрочем, на что я надеюсь? Разумеется, что прохождение только одно и это... И ежу понятно. Ну, да, да. Я такой псих, что мне просто необходимо проверить этот момент. Ну, пошевели бы исю Давай-давай-давай-давай-давай-давай,давай-давай! Опа! И проиграть единственную монетку? Ну уж нет. Да, и ради этого мы все это делали. Ну уж да. Жалко, я сразу отсюда не могу путешествовать. Нажал бы какую-нибудь кнопку карта. Здесь работает кнопка M. Нет, не работает. А F2 что делает? О, господи, нет, я сюда не хочу. Эй, верните меня отсюда. Фу, счастье-то какое, F4. Мама, мама, мама моя. Нет, все, к черту. Извините за выражение. Но что-то мне как-то с F-ками уже экспериментировать больше не хочется. Особенно учитывая, что у меня на F7 назначена запись. Вот так я и запись выключить могу. Случайно. О, привет, человек без колес. Я помню твой домик, красивое место. Красивый вид. У нас такая квартирка стоила бы многие миллионы. Но здесь она ничего не стоит. Конечно, это не потому, что здесь важен красивый вид, а потому, что здесь важен комфорт. И еще что-нибудь, не знаю. Что за... Это было бы грубо. Да, действительно, просто взять и войти, пожалуй, оно того не стоит. А это что? Коричневый мутноватый ликер. Давайте возьмем. Лучше мне не пить. Меня сразу развезет, и я буду весь день сидеть и тупо пялиться на воду. Ну его. Ну, да, это не лучший вариант опьянения. Лично я начинаю петь песни, но и не только. Это должно быть мистер Вестхаус. Эй, мистер Вестхаус. Вот проклятие. Ну, что там опять? Надеюсь, вы не... Только не говорите мне, что вас прислал этот ублюдок Санев. Извините, я не знаю... Нет. Нет, не похоже. Насколько я знаю, он не любит женской компании. А ты кто такая, черт тебя дери? Эйприл Райан, сэр. Райан? Вроде не северное имя. Случаем не с побережья? Стоп. Райан? Эйприл Райан? Будь я проклят. Вы из Тарка. Более или менее. Хотя раньше я думала, что с земли. Только сегодня узнала, что их оказывается две. Ха-ха-ха. Убойные новости, не так ли? Будь я проклят. Присаживайтесь, мисс Райан. Дернем по маленькой за знакомство. Она почему-то сразу не сказала нет. Ну же, она что, реально присядет? Да, прикольно. Или нет? Да, видимо, нет. От этого ликера вонь стоит до небес. От магии спирт портится. Но я приберег бутылочку Глендфилдского на особый случай. Спасибо, сэр. Но я к вам не пьянствовать пришла. А-а-а. Значит, вы не в гости? Нет, к сожалению. Неважно. Все равно приятно увидеть кого-то из своих. Ну-с, и чем же я могу быть вам полезен? Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Он приберег бутылочку прямо у обрыва на балконе. Вообще, опасное место. В принципе, привыкнуть можно, если здесь все держится. Так, посылка. Ну да, давайте сначала одели. Почему бы и нет. У меня для вас посылка. Посылка? С каких это пор почта Соединенных Штатов отправляет посылки в Аркадию? Это от торговца с рынка. Он прислал вам карту. А, хорошо. Я уже давно ее жду. Эй, погодите-ка. Вы работаете в гильдии. Вы хотите поселиться в Меркурии. Не, я нелегал. Я вам категорически не советую этого делать, мисс Райан. На первый взгляд, Аркадия кажется райским уголком из рекламы. Но здешняя магия куда опаснее любого оружия. Я не собираюсь тут жить. Просто хотела найти вас. Единственный, кто знал ваш адрес, это торговец с картами. Вот я и нанялась к нему, а у него оказалась для вас посылка. Я понял. Мерзкий тип этот карик. Я с ним потолкую. А карты я собираю. В этой дыре других развлечений на ближайшую тысячу лет не предвидится, скажу я вам. Можно сыграть самим с собой в карты. Не в твои карты, а в игровые, игральные игры. В клевые карты. Знаете, мне пора, я хочу, чтобы вы подписали. Знаете, сэр... Хорошо. Заходите в любое время, мисс Райан. Вы так со мной и не выпили. Так что за вами должок. Ненавижу людей, которые пытаются споить других людей. Это нехорошо. А ну распишись. Подпишите вот это, пожалуйста. Это расписка в получении карты. Без проблем. Все. Круто. Вопрос улажен. А теперь уже... Здравствуйте, мистер Вестхаус. Сможешь рассказать мне более важные вещи? А, уже вернулись, мисс Райан. Вообще-то я никуда не уходил. Ё-моё. Какой хренов. Кортес велел мне найти вас. О, вот как. Понятно. А кто это? Как? Разве вы его не знаете? Думаю, нет. Я еще не до конца пропил свою память. Как вы сказали? Кортес? А, может, это старина Мэнни Диас, а? Хотя он давно должен был врезать дуба. Впрочем, и я тоже. Не знаю, как его зовут, но фамилия у него – Кортес. Такой высокий, загадочный мужик. Никогда не отвечает даже на вопросы о погоде. И смолит, как паровоз. Ну, если выкинуть паровоз, то вообще-то да. Это он. Мэнни, будь я проклят. Этот старый крыш все еще жив. И как он там? Нормально. А откуда вы его знаете? Мы познакомились еще в Старке. Судьба прогнала нас через огонь, воду и медные трубы. И везде одинаково сильно воняло. Отчасть из-за этого я и осел здесь. Мы не виделись с зимы 1934-го. Так это ж почти 300 лет назад. Да, забавно, правда. Эх, ставлю пять монет, что с тех пор у него не прибавилось ни единого седого волоска. Все такой же красавец. Ну, раз уж я поверила в магию и параллельные миры, то что мне трехсотлетние долгожители? Да нет, вы не так меня поняли. Мне только 46. Я болтаюсь тут лет 15. Но Старк покинул в 1934-м. Между мирами в мире снов времени нет. Я довольно долго просиживал там штаны. Но ведь это 300 лет. Время частенько летит быстрее, чем ты успеваешь об этом задуматься. Все было довольно сносно. Но теперь, как подумаю... О! 300 лет! Да. Как-то неуютно становится. Действительно чудовищно. Правда, я не понял, где времени нет. В мире снов между мирами... А кого черта тебя просто занесло? Как я могу это спросить? Вот так, наверное. Как вы оказались здесь, в Меркурии? Долгая история. Не буду утомлять вас деталями. Скажу лишь, что я всегда искал приключений на свою задницу. Когда я был молод, я мечтал найти неизведанные земли, нетронутые цивилизацией. Меня всегда привлекали всякие оккультные и магические вещи, карма и прочее, прочее. Ерунда! Я родился в 1902 году в славном городе Бостоне. Но когда мне стукнуло 17, я свалил оттуда к такой-то матери. Следующие три года я провел у моря. А потом болтался по всей Европе. В 30-х годах меня занесло в Индию. Я работал там журналистом. Там и встретил Мэнни. И там же впервые узнал об Аркадии. Что, он местный знаток? У меня был шок. Хотя сперва отнесся ко всему скептически. Но одна мысль о том, что где-то есть абсолютно другой мир и магия. Я, конечно, был тогда полным придурком. Хотя кто ж знал, куда это все приведет? Действительно. А что же случилось? Хотя понятно, он просто здесь оказался и все. Но может быть у вас были какие-то еще приключения? И что же случилось в Индии? Сказать по правде... Я пытался все забыть. Если бы я мог вернуться назад и отговорить самого себя не делать этого... Но я бы все равно не послушал. Зимой тридцать четвертого я оказался в Тибете. Я пробирался куда-то по грудь в снегу, твердя... Ты допрыгался, идиот! Тебе крышка! Слава богу, Мэнни вытащил меня. Три месяца я провел в монастыре, а потом... Потом оказался в пустоте. Если не умеешь открывать порталы, преодолеть разлом можно только одним способом. И он очень трудный. Но если вы не возражаете, я больше не стану ворошить груду бессмысленных воспоминаний. У меня и настоящее достаточно беспросветно. Ничего себе история! Вообще, мне нравятся его истории. Его истории наполнены хорошими такими приключениями. Не то, что когда тебе пьяный человек в Сибири рассказывает, какой он пьяный. Нет, здесь все не просто так. Картес сказал, чтобы я нашла вас, когда захочу вернуться в Старк. С какого перепуга он так сказал? Я порталы не открываю, магией не владею. Простите, мисс Райан, но с такими просьбами вам лучше обращаться к священникам. Да я обращалась. Они сказали, что ничем помочь не могут. Охренеть! Эти сукины дети и руки утопающему не подадут, чтобы не противоречить принципам их проклятого баланса. И я понятия не имею, на кой Мэнни послал вас ко мне. Я в перемещениях полной ноли. Ну, я пошла. Хорошо. Все здесь не просто так. Я помню, что этот парень мне как-то помог. Но как? Нет. Нет. Тем более, что он уже подписал ее. А конфетку не хотите? Нет. 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 Нет! Коричневый мутноватый ликер. Нет, я не буду это пить. Это было бы грубо. Ё-моё. Ну, было же здесь что-то же важное. Здравствуйте, мистер Вестхаус. А, уже вернулись, мисс Райан. Все еще не уходил. Ну, я пошла. Хорошо. То есть, ты не можешь сказать, что тебе неинтересно с ним разговаривать сразу. Ну, ладно, ладно. Погодите-ка, мисс Райан. Я тут кое-что вспомнил. Да епросто. Это было так давно, что я почти забыл. А, как-то раз Мэнни дал мне одну интересную штуковину. Что это? Карманные часы. Мэнни сучил их мне, когда мы виделись в последний раз. Я так и не понял, зачем они. Но, может, вы поймете. А что, он вам ничего не объяснил? А, какой-то бред. Когда его сердце вновь забьется, он узнает. Черт его знает, что он там имел в виду. Долбанные часы никогда не работали. К тому же, заводной механизм сломан. Так что за них много не дадут. Нет, если они вам помогут, забирайте. Спасибо. Ура, у меня есть сломанные часы. Старинные карманные часы. Не тикают. Штучки для завода часов нет. На ее месте маленькая дырочка. Ага, это я знаю, это я помню. А-а-а, хоть что-то я помню. Если вставить кнопку в это отверстие, вот так, и теперь тихонечко повернуть... Получилось! Тикает! Вау! Какого черта? Вот он, портал открылся! Круто! О-о-о! Чтоб мне до смерти не нюхать виски. Это же портал! Сто лет я таких не видел! Может, пойдете со мной, мистер Вестхаус? Повидаетесь со своим другом Мэнни? Нет, мисс Райен. Боюсь на моей заднице достаточно седых волос, чтобы не рваться за такими подвигами. Я могу навсегда застрять между мирами. Кроме того, я построил вот этот дом своими руками. Ничего себе! Не хочу оставлять его на растерзание вандалом. Да и что хорошего меня ждет в Старке. Я уже не смогу узнать там свой прежний мир. Выйдите, мисс Райен. Возвращайтесь. И не давайте своему любопытству открывать порталы в неизвестность. Спасибо за помощь. Передавайте привет Мэнни. Скажите, что меня еще рано бросать в топку истории. Вау. И я здесь. Ты что, здесь так и стоял, как придурок? Кортес? Так это все есть на самом деле. Я все видела. Видела другой мир, Аркадию. Или я схожу с ума, или... Вы во всем правы. Я бы предпочел последнее, миямига. Ну, так ваше путешествие прошло удачно. Удачно? Да вся моя жизнь, весь мой мир перевернулся вверх дном. Так что об удаче говорить не приходится. Я просто не верю. Да и никогда не верила в магию. Не нужно верить в солнце, чтобы оно вставало по утрам, сеньорита. Вы же видели все своими глазами. Не знаю, как мне еще убедить вас. Да ладно. Мне, похоже, деваться с подводной лодки некуда. Придется поверить. Иначе я совсем запутаюсь. Вы настоящий скептик, Эйприл. Это бьен. Скептики нужны, чтобы уравновешивать таких романтиков, как я. Да. Именно так. Допустим, а что дальше? Кто вы такой? Да, кто ты такой? Кто вы такой, Кортес? Пардонаме. Люди знают вас там, в Аркадии. Тобиас не знал вашего имени, но он вас помнил. И мистер Вестхаус тоже знал вас, но под именем Диас. И было это несколько сотен лет назад. Ага. Мои секреты, похоже, открываются. Ну, не знаю. Лично для меня вы загадка, если не сказать больше. Вали, видите ли, сеньорита. Мне нужно хранить тайну. Знать все, знать всю правду, это очень скучно. Вся магия в том, чтобы интересоваться и строить догадки. Ну, лично я бы предпочла все знать. Потому что, если честно сказать, вы только не обижайтесь. Я вас боюсь, Кортес. Правда. И не только вы, моя мига. Простите, но пока я не могу рассказать вам о себе, некоторые вещи нельзя знать, даже и вам. Вот, спасибо. Порадовали. Простите. Может быть, потом, когда будущее не будет казаться таким безнадежным. Си, думаю, я могу обещать это вам, сеньорита Райн, позже. Сейчас у нас есть более важные дела. Да. И интересно, как же мы вернулись? Он, может быть, расскажет про эти часы. Мне интересно узнать. А это вы помогли мне вернуться? Переместиться? Си. У вас есть сила, да. Но пока что я должен направлять вашу силу и делать ваши сны реальными. Сны? Причем тут мои сны? Да, чтобы переместиться из одного мира в другой, нужно пройти через мир снов. Другого пути нет. Нет. Вы способны сами открыть портал, но пока не знаете, как это сделать. Это вы о чем? У вас есть сила, магия. Во сне вы иногда открываете портал, даже не осознавая этого. Но когда вы не спите, это сделать сложнее. Вам нужно тренироваться. Что-то мне не очень хочется, если честно. Но придется. От этого зависят два мира. Допустим. А дальше что? Есть у вас идеи? Минструм рассказал вам о балансе, о Старке и Аркадии? Мне рассказал человек по имени Тобиас. Ну, он вроде как назывался Веструмом. Да. Веструм Тобиас. А, так Тобиас стал Веструмом. Ке бьен. Это хорошо. Я знал, что он далеко пойдет. Когда я впервые его встретил, он был только Инструмом. Студентом баланса. Но он всегда был умным и прилежным. Так вы уже знаете, что происходит с балансом. Тобиас сказал мне, что... Страж. Да. Что Страж пропал и что баланс рушится. Он сказал, что скоро оба мира поглотит хаос. Вы и сами это видите. Ваши кошмары – часть всего этого. Вы чувствуете приближение хаоса лучше других. Но и остальные видят, что вокруг происходит что-то странное. Как прошлой ночью. А что было прошлой ночью? Но вы же видели. И видели не одна. Другие видели то же, что и вы. Это уже не сны, а реальность. Это первый признак того, что хаос разрушает баланс. Двум мирам еще рано объединяться. Это может привести к катастрофе. И что же мне делать? Нам нужно работать вместе, Эйприл. По одиночке ни мне, ни вам не справиться. А что именно мы должны сделать? Четыре вещи. Нужно найти Стража. Потом найти вход в его владение и диск. Это к луч к башне. Ну а потом сделать все возможное, чтобы остановить Авангард. Да, солидная задача. Какая у нас уже серия? Где-то восьмая или девятая? Вот примерно где-то в этом месте я остановился. И мне сложно сказать, где конкретно, но я понял. Игра только начинается. И я был в шоке. Так, вход. Ключ. Остановим Авангард. Мне кажется, это вполне можно спрашивать прям подряд. Допустим. Но где же нам искать Стража, Кортес? Когда он отрекся у трона и покинул свои владения, он отправился в наш мир. В этот мир, в Старк. Здесь он родился и сюда же вернулся. Да он может быть у черта на куличиках. Этот город Айприл обладает силой. Не магией, а прямо противоположной силой. И она притягивает людей, как свет мотылков. Все кусочки этой мозаики сходятся здесь. Здесь вы, я, Авангард, Страж. Я точно знаю, что он здесь. Но где именно, сказать не могу. Может, это известно Авангарду. Думаю, они могли схватить его. Так если они его схватили, то как мы его вернем? И зачем он им сдался? Да и нам, кстати, зачем? Он покинул свои владения. Но так как он последний Страж, только он может открыть вход туда и впустить своего преемника. Авангарду это известно. Но вот как попасть туда, этого они не знают. А кто может знать, где этот самый вход во владение Стража? Этого я не знаю. Да и никто в Старке не знает. Вам нужно отправиться в Аркадию, изучить книги, поговорить с Менструмом и другими, кто может знать. Но не сейчас. Сначала нужно закончить дела здесь. А где ключ от Башни Стража? В Аркадии. Ключ состоит из двух частей. Первая — это сам диск. А вторая — это четыре камня, глаза драконов. Они наделают диск свойствами баланса и делают его целым. И где же этот диск? Диск отдали на хранение часовым десять тысяч лет назад. Сначала он хранился открыто, и любой мог пройти и посмотреть на его. Но потом его попытались украсть, и диск пришлось спратить. Спросите Тобиаса, Веструма Тобиаса. Он должен знать, где диск. Так, хорошо. А где камни? А, глаза драконов. Их хранят сами драконы. Два в Старке и два в Аркадии. Один у белого дракона, а второй у старого. Эти вы должны найти сами. А с остальными я вам помогу. Силы Авангарда здесь растут и растут. У них есть крепость даже в Аркадии. Если им еще помогают Тирены, ничего хорошего это не сулит. Вот интересно, кто же сообщает вам все новости из Аркадии? Газету выписываете? Не шепчут голоса, сеньорита. Голоса, которым я доверяю. Вы говорите, что силы Авангарда здесь растут. А чего же я про них ничего не слышала? Здесь их называют не так. Вы слышали что-нибудь про церковь Валтек? Ну да. Это... Ой. Это и есть Авангард? Си. Тогда они и правда очень сильны. А зачем они? Зачем назвались по-другому? В Аркадии они открыто проповедуют свои идеи. Они хотят уничтожить баланс, чтобы вернуть человечество к его славному прошлому. А здесь так не получится. Они медленно, но верно внедрялись в общество под видом новой религии, а потом построили финансовую империю, чтобы манипулировать правительствами. Да откуда у них столько денег? У Авангарда есть множество компаний, Эприл. У них есть планеты. У них есть армии. Им нужен только баланс. И они будут владеть всем. Оба мира будут у них в распоряжении. И единственный, кого боится Великий Авангард, это мы двое. Так что ли? Если мы будем сдерживать силы хаоса и вернем хранителя баланса на его законное место, они проиграют. И как же нам бороться с этим хаосом? Вы – клуч, Эприл. У вас есть сила. Да, но не только она. Вы – дитя баланса. И вы… Нет. Об этом лучше потом. Пока вы живете, вы боретесь с хаосом. Без вас прошлая ночь могла бы быть куда хуже. Этот тонкий разрыв мог бы остаться навеки. Да я же ничего не делала. А представьте, что случится, когда вы сделаете что-нибудь. Поверьте мне, амиго, вы инстинктивно боретесь с хаосом. Вы ясно видите его и знаете, что делать. Больше всего вы нужны в аркаде. Там хаос – это час повседневной жизни. Первый удар нанесут именно там. И если не остановить хаос до того, как он доберется до Старка, нам всем конец. Поэтому вы должны отправиться в Аркадию, когда закончите здесь. Ой, все так просто. Навалять авангарду, найти стража и собрать четыре камешка. Да, и главное – не забыть по пути изо всех сил бороться с хаосом, потому что… потому что это твоя судьба, Эйприл. Это невозможно, Кортес. Я не смогу. Мне всего восемнадцать. Я художник? Блин, да я даже не художник. Я вообще никто. Мне нельзя давать такие задания. Я вообще с ними не справлюсь. Я помогу вам, Эйприл. И не только я. Вы не одна. Но я в жизни не чувствовала себя такой одинокой. И мне даже не с кем поделиться. Приду и скажу. Привет, я избранная. Не поможешь ли мне спасти мир от злого хаоса? Никаких избранных нет, Эйприл. Есть те, кто согласен, и те, кто не согласен. Вы можете выбрать одно из двух. Но вы же сами сказали, что у меня есть силы, что я не такая, как все. Да, но выбор у вас все же есть. Пророчества не могут изменить воду одного единственного человека. Вы – один из многих возможных вариантов. Но все другие варианты, к сожалению, недоступны. И с этим ничего нельзя поделать. Мир зависит от вас. Да. Но вас никто не избрал. Вы сами должны выбрать, кто вы и с кем быть дальше. Ой, вот это разговорчик. Кстати, в процессе я вспомнил, что я зашел дальше, чем я думал. Я помню, как бродил в церкви. Я помню, как бродил в... в каких-то помещениях. То ли в какой-то компании, то ли где. Может быть, меня там даже заперли, а может и нет. И я потом добрался до какой-то комнаты важной. И там, наверное, что-то было. Ну, я, наверное, соглашусь без вопросов. Ну, тогда... Тогда ладно, черт с вами. Давайте спасать мир. Только откуда начнем? Отсюда, из Ньюпорта, нужно узнать все об авангарде. Их штаб в этом городе. Но где? Держат ли они стража в плену? Где их слабые места? Когда мы все это узнаем, вы отправитесь в Аркадию. Я не могу пойти туда. Да у меня здесь дела есть. Ладно. Только вот... Где мне нарыть информацию об этом авангарде? В справочную позвоните или в библиотеку пойти? Ценную информацию найти нелегко, да. Помните, вчера я показал вам картину? Ну и? Ее автор – мальчик по имени Уоррен. Я ведь говорил вам про него, да? Так вот, он замешан в разных делах. Не совсем хороших. У него есть связи. Он может подсказать вам, где искать. Ага, понятно. Адресок не подкинете? Мой друг, отец Раул, священник в соборе на улице Надежды. Он иногда видит мальчика, он подскажет. Стоп. Вы сказали «Улица Надежды»? Да. Это вы про самый опасный район в Ньюпорте? Да. Я вообще-то не слежу за жизнью города. Я помню эту улицу, когда ее только построили. Тогда это был очень тихий, чистый район. Да это еще в Мезозойской эре было. Ну, думаю, вы не пропадете. Вы же девушка, да? Благородный кабальеро никогда не обидит девушку. Благородный кабальеро на улице Надежды и минуты не проживут. Ну да ладно, прорвемся. Значит, нужно найти собор и отца Рауля, так? Да. Он подскажет вам, где искать у Орена Хьюса. Когда закончите, приходите в собор. Я приду туда вечером. Мне тоже надо поговорить с Раулем. Ага, ясно. Ну вот и план есть, да? Отдохните хорошенько, Эприл. Кто знает, что случится завтра. Спокойной ночи. И вы дадите мне мышку, да? Дадите мне мышку. Когда этот зомби уйдет, вы дадите мне... Эй, ты куда пошла? Мышку! О, наконец-то! Это был Фреймистер Байбай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...